Золотой час. Вертолет санавиации совершил первый в этом году вылет. Инициатива жителей. В селе Можарки Янтиковского района очищают водоем. Молодые таланты. Подведены итоги творческого конкурса на визуальный символ республики. Зима в Чувашии выдалась на редкость снежной. Запасов влаги намного больше, чем в прошлом сезоне. Есть вероятность прихода большой воды. Глава Чувашии Олег Николаев посетил Цивильский район и проверил готовность гидротехнических сооружений к весеннему половодью. Цивильск – один из тех населенных пунктов, которые часто затапливало. Чтобы противостоять стихии, несколько лет назад построили дамбу. Но с тех пор сильных паводков не было. Испытать дамбу в критической ситуации не довелось. Однако подготовку сооружения провели с учетом возможного неблагоприятного сценария. – Получается, вы боевой расчет еще раз посмотрели, все перепроверили, готовность, соответственно, приинспектировали. – Осенью все насосы были практически проверены. – То есть понимание есть, как действовать? – Все есть, Олег Алексеевич, внимание есть. – По мере развития событий. – Да, да. И наша поисково-спасательная служба, в том числе, тоже подготовлена в этом отношении. Лодки даже загружены на процедах, на дыны, если мало ли что случится, чтобы эвакуировать экстренно. – Специалисты говорят, что температура воздуха позволяет льду подтаять, и вода может уйти в землю. Паводковая ситуация в Цивильске и в других районах находится на особым контроле. – Выезжая в каждое из муниципальных образований, пока не пройдет поводок, будем обращать очень тщательное внимание на подобного рода объекты. И таких муниципальных образований у нас на сегодняшний день 17, где возможны подтопления. Ну и более, скажем, критическими из них являются 5 муниципальных образований и около десятка объектов. Поэтому они все в зоне особого внимания. Инна Сапотапова, Андрей Шоклев, Республика. Этой зимой на дорогах Республики произошло более 450 аварий. По сравнению с показателями 2019 года ситуация улучшилась. Однако работы по обеспечению безопасности еще много. На сегодня одним из главных вопросов остается ликвидация аварийно опасных участков на дорогах Республики. Особое внимание уделяется местам концентрации ДТП. В Чувашии их 19 в основном на дорогах местного значения. В рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» в 2020 году отремонтировано 82 километра дорог. Построено 30 километров линий искусственного электроосвещения, что позволило улучшить безопасность на дорогах в пределах населенных пунктов. Дополнительно установлены недостающие и заменены поврежденные дорожные знаки более 1000 единиц. В этом году в Республике планируется реконструировать 53 километра дорог. Будет установлено 27 камер фото и видеонаблюдения. Кроме того, для пешеходов должны быть организованы тротуары и 30 дорожных переходов. Выполнение намеченных работ позволит сократить количество ДТП. Ольга Семенова, Татьяна Раевская, Юрий Марков, Республика. В Яндиковском районе началась реализация проекта, основанного на местной инициативе. В селе Можарки взялись за очистку пруда. Можарский пруд довольно старый. Местные жители помнят его полноводным. В свое время это было популярное место отдыха. Очень был хороший пруд. Тут даже купались, рыбы тут были. Даже вот дно было видно. Это при мне вот дело было. В хоккей играли и все, все, все. Последний раз очистка пруда проводилась 50 лет назад. С тех пор он сильно обмелел и заилился до такой степени, что даже животные и птицы к нему не подходят. Не говоря уже о людях. С водой такая проблема у нас получилась в этом году особенно, что люди остались у нас без воды. Нужны и для полива, у кого-то и скотина есть для пожарной безопасности. В этом году благодаря инициативному бюджетированию пруд восстановят. 10% затрат на работы оплатили сами жители, остальное – бюджет государства. Очистка водоемов от водорослей, донных отложений производится с соблюдением всех экологических норм. Оказалось, что это очень востребованный вид работ, который можно провести с использованием механизма инициативного бюджетирования. В этом году в двух населенных пунктах идет очистка пруда. Но этой практикой уже хотят воспользоваться и в других населенных пунктах. Они узнали, что это работает, что на самом деле государство выделяет на эти деньги. И в следующем году, наверное, будет еще больше прудов. Мы уже рассказывали вам о том, что на уровне российского правительства создана единая федеральная платформа, на которой будет проходить онлайн-голосование по благоустройству общественных пространств в регионах страны. Старт дадут 26 апреля. Насколько республика готова к этому, обсудили на совещании в Доме правительства. На данный момент на платформу загружены 74 проекта от 25 муниципалитетов. Все они прошли модернизацию на уровне Минстроя Чуваши. В столице республики в 2022 году планируется благоустроить четыре объекта. Благоустройство Дубовой рощи. Второй объект – это реконструкция площади республики. Дальше, значит, школьный бульвар – это в северо-западном районе. И четвертый объект – это сквер по улице Ивана Франко. Замечаний от Минстроя по нашим дизайнным проектам нет, то есть принято в полном объеме. Волонтеры помогут жителям в голосовании, но предварительно расскажут о проектах. «Самое главное, мы с вами получим вовлеченность людей. Они не просто будут еще голосовать, они еще будут вам приходить с лопатами и работать там, и вкладывать свой личный труд для того, чтобы благоустроить». Основная цель – повысить индекс качества городской среды. Проголосовать на портале сможет любой желающий, опрос продлится до 30 мая. Напомним, что в этом году в Чувашии будет благоустроено 30 общественных пространств и одна дворовая территория. В настоящее время уже начаты работы по благоустройству сквера возле ДК «Салют» и лесного массива «Дубовая роща» в городе Чебоксары. Ольга Семенова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Детские коляски, велосипеды, санки в подъездах многоквартирных домов – дело привычное. Но с 1 января этого года оставлять их на лестничных площадках запрещено законом. С таким решением не все жильцы согласны. В непростой ситуации разбиралась наша съемочная группа. По новым правилам пожарной безопасности с 1 января этого года хранить в подъездах спортинвентарь, детские коляски, санки и мебель нельзя. Нарушителям придется заплатить штраф до полутора тысяч рублей. За состоянием эвакуационных путей необходимо следить в общих коридорах, в лифтовых площадках, также на лестничных площадках необходимо соблюдать чистоту и порядок, не загромождать пути эвакуации различными предметами, в том числе ящиками из подаващей, а также устанавливать на лестничных площадках кладовые, если данные кладовые не будут осмотрены проектом на дом. Некоторые пункты документа уже вызвали возмущение у жильцов. Многодетный отец не знает, как справляться с этой ситуацией. У него 8 детей. Без коляски им никак. Только вот ставить попросту некуда. В квартирах не хватает места. Балконы есть не у всех. Во многих домах отсутствуют лифты. Два инвалида у меня. Оля тела одна, а Руфиня у меня старше 14 лет. Она гулять хочет, но ходить она сама не может. Сейчас в новых домах есть внизу специально уделено место. У нас таких нет. Приходится так обходиться. Однако есть и те, кто полностью поддерживает новые правила, так как оставленные в местах общего пользования вещи мешают свободному проходу. Все-таки надо будет там мешать. Надо думать о других людях тоже. У нас есть машина. Багажники машины. Одну часть багажника оставляем, другую в салоне. К этому, наверное, нужно отнестись посерьезнее. И все-таки это личный транспорт маленького человека. И все-таки стоит их беречь. Мы обычно сразу домой заносим. Как-то в подъезде страшно оставлять, потому что, я не знаю, мало ли бывает. Поджигают, вот в последнее время я слышала. К сожалению, это не просто слухи. Не хотелось бы так думать, но, похоже, агрессивно настроенные соседи, которым мешают коляски в подъездах, решили бороться с ними далеко не гуманным способом. Впрочем, это могут быть и хулиганствующие подростки. Участились случаи, когда у нас горят коляски на лестничных площадках. На территории Чувашской республики с начала года три коляски уже сгорели. Причинами данных пожаров послужил поджог. Все материалы дел переданы в МВД Чувашской республики для дальнейшего их расследования. Правила пожарной безопасности раньше не допускали хранения крупных предметов в подъездах. Однако требования до сих пор массово игнорировали. Сейчас это прописано в законе. МЧС Чувашской республики рекомендует убрать с эвакуационных путей предметы, препятствующие свободному передвижению, чтобы в случаях пожара уберечь себя и своих близких от опасности. Екатерина Шиверова, Николай Скворцов, Республика. Вопросы обеспечения технологической безопасности на предприятиях республики обсудили на рабочей встрече глава Чуваши Олег Николаев и руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Азат Мубаракшин. Олег Николаев отметил актуальность цифрового мониторинга для своевременной реакции на возможные угрозы. Стороны договорились работать сообща, чтобы обеспечивать технологический прогресс, открытие новых производств и развитие экономики региона с учетом всех мер безопасности. Это имеет очень важное значение прежде всего для того, чтобы обеспечить безопасность прежде всего работников, которые работают на объектах различной технологической опасности. Учитывая, что у нас объединяют водные артеры, если речь идем о предприятиях, которые находятся на Волге или несут угрозу загрязнению Волги, то здесь тоже очень важно, конечно же, профилактировать этим мероприятием, ну и реагировать. Здесь большое количество людей, достойных профессионалов, работают на большом количестве опасных производственных объектов. И наша задача совместная – сделать так, чтобы эта их работа была безопасной, чтобы регион развивался. Когда развивается регион, развивается вся страна. В этом году начнут действовать новые правила приема вуза и новые правила при приеме экзамена на водительские права. Подробности в нашей рубрике «Правовые новости» от Гаран Чебоксары. Новые правила коснулись экзаменов на право управления транспортным средством. Вместо трех их будет два. Также с 1 апреля изменятся критерии оценки испытаний и добавится возможность присутствия наблюдателей на экзамене. Ключевым нововведением станет то, что отменяется экзамен по навыкам управления транспортным средством на закрытых площадках. Проверка вождения будет происходить исключительно в условиях реального дорожного движения. Изменения также есть и в перечне нарушений. Так, использование телефона во время движения, дважды сбитое разметочное оборудование и остановка двигателя два раза являются основаниями для прекращения проведения практического экзамена и выставления оценки «не сдал». Новые правила в 2021 году коснутся и абитуриентов при приеме в высшие учебные заведения. Подать документы на поступление можно будет от 2 до 10 специальностей в рамках одного вуза. Вузы смогут устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору поступающих, например, по физике или информатике. То есть абитуриент сам выбирает результаты ЕГЭ, по какому предмету ему удобнее предоставить. Введена возможность проведения единого конкурса по нескольким родственным специальностям в пределах укрупненной группы. Раньше конкурс можно было проводить только раздельно по каждой специальности. Изменения коснулись и подачи документов в вузы. Электронная форма должна предоставляться в обязательном порядке. Вертолет санавиации возобновил работу. Сегодня из-за сильного ветра борт пришлось сажать не на площадке республиканской больницы, а в аэропорту, где пациента уже ждала машина скорой помощи. Пациенту Канажского медицинского центра потребовалось срочное дообследование и коррекция лечения в нейрохирургическом отделении республиканской клинической больницы. Во время полета его состояние не ухудшилось. Медики контролировали показатели пульса и артериального давления. Сейчас в республике действуют две вертолетные площадки в Чебоксарах и Алатаре. В этом году будут построены еще две в Шумерле и Канаше. В прошлом году санавиация совершила 53 вылета. В этом году, опираясь на данные статистики и мониторинга, медики прогнозируют примерно около 100. На эти цели из федерального бюджета выделено 46 миллионов рублей. Запланировать мы, естественно, не можем. Мы просто предполагаем, что на вылет будет приблизительно около двух часов, допустим. И, соответственно, мы просто из расчета летного часа и количества денег сделали такие выводы, что мы можем сделать более 100 вылетов. Это зависит от ситуации. Сейчас мы реализуем в нашей информационной системе новый функционал скорой помощи. Все пациенты, которые с тяжелыми заболеваниями, в тяжелой форме, они будут уже в этой системе формироваться, и мы об этом будем знать. Скорая помощь. И, естественно, любая медицинская организация может подать заявку на ее медицинскую эвакуацию этого пациента. То есть это автоматизировано будет, не в ручном режиме. И, соответственно, это появится более... более расширена будет возможность для того, чтобы совершать медицинскую эвакуацию. Мы уже будем знать, кого нужно забрать быстрее, кому может быть отложена и нужна медицинская эвакуация и так далее. Из Чувашии с любовью. Продукцию нашей республики знают и покупают во многих странах. Причем география охвата и ассортимент товаров на экспорт растет с каждым годом. В 2020 году внешнеторговый оборот региона составил 540 миллионов долларов. Около 46% продаж от этой суммы пришлось на экспорт. С лауреатом республиканской премии «Экспортер года» встретился глава Чувашии. Премия «Экспортер года. История успеха чувашских предприятий». Продолжают вдохновлять новые компании на экспортную деятельность и расширение границ. Стань лучшим в своей отрасли. Расширяй горизонты. На конкурс было подано более 100 заявок. Диплома победители получили 16 компаний. Чувашские производители, несмотря на ограничительные меры из-за пандемии, отправили за границу товаров на сумму более 248 миллионов долларов. Треть поставок от малого и среднего бизнеса. В номинации «Прорыв года» первенство отданы компании КМК. Торговая компания, занимающаяся экспортом продукции сельскохозяйственного происхождения, в частности масочных культур. Экспортирована продукция на сумму более 91 миллиона рублей. В 2020 году предприятие впервые отгрузило семена гречихи 400 тонн. Вышли на новые страны, то есть появились более качественные партнеры, увеличившиеся оборотные средства. Страны, с которыми мы работаем, это такие как Германия, Бельгия, то есть Чехия, Польша. Мы хотим построить логистический центр для качественных отгрузок на экспорт и выход на рынок Китая. Это приоритетная задача на 2021 год. Число чувашских предприятий, которые уверенно выходят на зарубежный рынок, увеличивается с каждым годом. Причем многие из них уже выстроили прямые партнерские отношения. 24 предприятия агропромышленного комплекса сегодня экспортируют свою продукцию в 37 стран мира. Впервые начали поставлять, например, чай и кофе в Польшу. Есть такие предприятия, есть. Сегодня кондитерские изделия мы в этом году впервые начали поставлять в Афганистан, в Канаду, Ирак, Сербию, Молдовию. Активным спросом пользуются продукции хмелеводческих хозяйств. Традиционная для республики культура переживает второе рождение. В правительстве намерено усиливать это направление, уделив особое внимание глубокой переработке. Отметим, 87% объема агроэкспорта сегодня составляют именно продукты глубокой переработки. Внушительные перспективы, по мнению экспертов, у машиностроителей республики. Так, в Чуваше в рамках программы «Спик 2.0» планирует наладить выпуск экспортоориентированных тракторов малой мощности. Эти трактора уже изначально экспортоориентированы и будут конкурировать, прежде всего, конечно же, на внутреннем рынке с коллегами-импортерами, но в то же самое время будут нацелены и на зарубежные рынки. Инновационные решения, которые реализовываются на территории Чувашской республики, они востребованы. И, очевидно, это направление надо только усиливать и тем самым создавать новые рабочие места. Тем более, сегодняшние технологии позволяют эти рабочие места создавать, не создавая крупных офисных центров, а просто создавая соответствующие кооперационные связи и организации деятельности людей, которые находятся в различных точках. Любая продукция, которая будет находить своего покупателя за рубежом, конечно же, для нас важна. Правительство ежегодно увеличивает и видоизменяет меры госпомощи. Так, с прошлого года семеноводческим хозяйством компенсируют затраты на реализацию. Кроме того, финансово поддерживается участие в различных специализированных выставках. Это дает возможность найти новых партнеров, расширить рынки сбыта. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика. Творческий молодежный конкурс на создание визуального символа региона привлек внимание молодежи. Своё видение представили школьники, студенты. В финал прошли 10 работ. Узнаваемость региона – понятие объемное. Для одних это река Волга и памятник матери. Для других – лоза хмеля и национальная вышивка. Участники конкурса проделали огромную исследовательскую работу, чтобы понять значение символов. В первоначалном любом случае создавался какой-то мудборд, ассоциативные картинки. Всё, что связано с Чувашей, что связано с туризмом. Потом в ходе этого создавался какой-то уже, образовывался какой-то логотип. Для нас это очень интересно. Это как раз наше ключевое направление – дизайн, компьютерная графика. Жюри оценивало проекты по ряду критериев. Логотип должен быть красочным, привлекающим внимание, с простыми и понятными образами. Финалистами стали 10 юных дизайнеров. Мой логотип туристической Чуваши состоит тоже из трёх частей. Первая часть – это большая зелёная, что означает саму Чувашию. Вторая часть, вторая по масштабу – это мать-покровительница. И последняя часть – это сама звезда Солнца. Её можно найти на чувашской вышивке, на разных орнаментах. И также она является отличительной чертой. Победителям вручили дипломы и памятные подарки. Интересная творческая работа помогла многим ребятам определиться с будущей профессией. Благодаря победе в этом конкурсе я решила, что дальше буду заниматься графическим дизайном и участвовать в разных конкурсах. Я планирую дальше и поступать по этой специальности, может даже разрабатывать. Инесса Потапова, Георгий Кривошейн, Республика. Это были главные новости среды 31 марта. Увидимся завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова